Служение Дерека Принца. Смирение самого себя посредством поста. Часть первая. Сейчас мы с Руфью процитируем вам отрывок, начинающийся с 5 стиха 5 главы 1 послания Петра. Он длиннее тех отрывков, которые мы читали вам ранее, и в нем говорится о смирении самого себя. Готово? Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостоите ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь». Теперь давайте прочтем 29 стих 16 главы книги Левит. Тут говорится о дне искупления, которое евреи называют Йом-Кипур. Несмотря на то, что эти слова были произнесены 3,5 тысячи лет назад, этот день до сих пор является самым святым днем еврейского календаря. Итак, Господь говорит через Моисея, «Да будет сия для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте. Не туземец, не пришельц, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господнем. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное». Обратите внимание на фразу «это постановление вечное». Она означает, что данное постановление никогда не изменится. Как я уже сказал, на протяжении 3,5 тысяч лет евреи всегда соблюдали Йом-Кипур. Они постились в этот день, даже когда находились в концлагерях. В 9 стихе 27 главы Деяний этот день называется «постом». Это означает, что когда Господь говорил о смирении души, Он подразумевал соблюдение поста. На английском слово «пост» будет «fast» или «fast». Его можно произносить так и так. Однажды я работал с одним баптистом, которого звали Клоранс Фаст, и я всегда называл его «fast», и он постоянно меня поправлял. Я до сих пор иногда неправильно произношу его фамилию. Пост — это воздержание от принятия пищи ради духовных целей. Он не всегда подразумевает воздержание от питья, однако в Йом-Кипур евреи в течение 25 часов ничего не едят и ничего не пьют. Воздержание от питья на протяжении 72 часов может быть опасным. Я не советую вам этого делать. Один проповедник по имени Томми Хиггс, который был очень популярен в Аргентине, постился на протяжении 17 дней. Моисей воздерживался от еды и воды в течение 40 дней, однако если вы не находитесь под сверхъестественной Божьей защитой, вам не следует поститься дольше 72 часов. Итак, пост — это воздержание от принятия пищи ради духовных целей. Почему Господь требовал, чтобы евреи смирили свои души? Слово «смирить» является очень сильным, и оно также используется для описания того, что мужчина делает женщине во время изнасилования. «Смирить» означает «починить и унизить». Господь требует, чтобы мы смирили, подчинили и унизили свои души. Он сказал евреям, что если они не будут ежегодно этого делать, то они перестанут быть его народом. Как вы видите, Бог придает этому действию большое значение. Почему? Давайте посмотрим, что включает в себя душа. Человек — это триединое существо, созданное триединым Богом, состоящее из души, духа и тела. Я не буду подробно разбирать эту тему, однако вот что вы должны знать. Душа — это эго. Я. И большинство теологов утверждают, что она состоит из трех частей — воли, разума и чувств. Итак, наша душа постоянно говорит, «Я хочу», «Я считаю» и «Я чувствую». Она очень высокомерна. И Господь говорит, что если мы желаем получить Его благословение, то мы должны усмирить свое эго. Я вспомнил, как много лет тому назад я рассказал одному юристу о посте, после чего он решил воздерживаться от пищи на протяжении одного дня. Ему было тяжело, когда он проходил мимо ресторанов и кафе, ему очень хотелось в них зайти, однако он все-таки смог себя преодолеть. Вечером он сказал своему желудку, «Сегодня ты причинил мне много неприятностей, ты вел себя очень непослушно, и за это я тебя накажу, завтра я тоже буду поститься». Итак, пост — это смирение своей души перед Богом. Господь сказал евреям, что если они этого не сделают, то они перестанут быть Его народом. В 13 стихе 35 главы Псалтирия Давид говорит следующее. «Я во время болезни их одевался во вретище». Вретище символизирует скорбь, а пост и скорбь тесно связаны между собой. Хорошо, давайте продолжим. «Изнурял постом душу мою». К сожалению, в современных переводах вместо фразы «свою душу» часто используется слово «себя». В принципе, это не ошибка, однако это заменяет тот факт, что Давид говорил о своей душе, изнурял постом душу мою. Именно благодаря этому Давид остался в живых. У него было множество неприятностей, однако он знал, как смирять свою душу, и за счет этого он стал великим Божиим человеком. Я считаю, что каждый слуга Господа должен уметь смирять свою душу. Существуют разные способы смирения души, однако главный библейский способ — это пост. Я уже цитировал вам отрывок из 5 главы 1 послания Петра, в котором сказано, что мы должны смирять себя. Итак, главный библейский способ смирения своей души — это соблюдение поста, но существуют и другие способы. Теперь я хочу привести вам несколько исторических примеров из Ветхого и Нового Завета. Я спасся в 1941 году, и в тот период я почти ничего не знал о Писании. Я был знаком с Библией, я исповедовал англиканство, а одно из главных преимуществ в англиканской церкви заключается в том, что в ней читают Писание на каждой службе. Я был знаком с Писаниями в историческом плане, однако духовного понимания Писания у меня не было. Мне было 24 года, я учился в лучших учебных заведениях Британии, и я никогда не встречал человека, рожденного свыше. Я не знал, что такое бывает, но затем у меня была драматическая встреча с Иисусом, которая полностью изменила мою жизнь. Вот что я вам скажу. Вы можете совершать множество различных поступков, которые никак вас не изменят. Вы можете молиться, присоединиться к церкви, ну и так далее, но это вас не изменит. Однако, встретившись с Иисусом, вы изменитесь навсегда. Это революционно. В субботу вечером я буду выступать перед группой молодых людей, и я собираюсь прочесть им революционное послание. Кстати, Евангелие — это тоже революционное послание. Так вот, в тот период своей жизни я не знал, что Господь разговаривает с людьми. Он велел мне поститься раз в неделю. Это было в 1941 году. Я не хочу хвастаться перед вами, однако вот что я вам скажу. Я до сих пор соблюдаю этот пост. Кстати, бывали случаи, когда я постился на протяжении трех недель. Недавно я сделал подсчеты и пришел к выводу, что на протяжении всей своей жизни я постился примерно три тысячи дней, то есть больше восьми лет. Если бы Господь велел мне поститься на протяжении восьми лет, то меня сейчас тут не было бы. Я постился раз в неделю. И вот я отлично себя чувствую. И еще, вот что я вам скажу, я всегда буду поститься. Так вот, давайте прочитаем о людях, соблюдавших посты. Мы посмотрим на первую книгу царств. Однажды, когда я уже служил пастором в Лондоне, я решил поститься на протяжении целой недели. Но перед этим я задал себе следующий вопрос. Кто-нибудь смог выжить после семидневного поста? Вот что вы должны знать. Англичане согревают свое тело, а не свой дом. Я знал, что на определенном этапе мне станет холодно, и я был прав. Итак, размышляя об этом недельном посте, я наткнулся на последний стих первой книги царств, в котором сказано следующее. «Жители Иовисы Глацкого взяли кости их». Тут речь идет о костях Саула и его сыновей. «И погребли под дубом в Иовисе, и постились семь дней». Это последние слова первой книги царств. Я сказал сам себе, что если они смогли это сделать, то и я смогу. Они были земледельцами, они должны были ухаживать за своим скотом и работать в поле. Но, несмотря на это, они постились целых семь дней. Господь помог мне понять, насколько революционными являются последние три слова первой книги царств. В этой книге описан период в истории Израиля, который характеризовался спадом, расколом и крахом. В ее конце филистимляне разгромили израильтян и выгнали их в Иорданию. Когда Давид и его люди пришли в Сикелак, они увидели, что амеликитяне сожгли весь город и забрали в плен всех женщин и детей. Это была страшная трагедия. Вторая книга царства является полной противоположностью первой книги. Она характеризуется восстановлением, воссоединением и победой. Так что же являлось поворотным пунктом? Пост жителей Иовиса Галацкого. Как вы видите, пост — это очень важное действие. Все изменилось именно благодаря ему. Теперь давайте поговорим об известном персонаже по имени Иона. Мы посмотрим его книгу. Я уверен, что вы все знакомы с его историей. Он был пророком, и однажды Господь велел ему идти на восток, но он пошел на запад, то есть в противоположное направление. Я обратил внимание на то, что с каждым шагом Иона спускался все ниже и ниже. Он спускался с гор на равнину, затем пришел в город, сел на корабль и уплыл в море. Пусть это будет предупреждением для вас. Никогда не отступайте от веры, ибо, сделав это, вы будете идти только вниз. Иона является одним из моих любимых библейских персонажей. Я хочу рассказать вам одну историю, произошедшую где-то в 70-м или 71-м году. Это были первые дни харизматического пробуждения. В тот период я познакомился с тремя известными проповедниками, которых звали Боб Мамфорт, Чарльз Симпсон и Дон Бэшем. Мы не делали ничего плохого, однако наш союз являлся угрозой для всех остальных членов тела Христа. В то время Деннис Беннет был пастором Епископальной Церкви Святого Луки в Сиатле, а также одним из лидеров харизматического движения. Кстати, я какое-то время тоже служил там пастором. Итак, лидеры харизматического движения в Сиатле решили, что им надо сделать что-то по поводу разногласий и недоразумений, которые царили тогда в церкви и пригласили в Сиатл всех известных харизматических проповедников Соединенных Штатов Америки. Они сказали нам, что у них нет денег, чтобы нам платить, и что по вечерам нас будут парами отправлять в разные церкви, где прихожане будут жертвовать нам деньги. Кроме этого, они обещали нам, что мы каждый раз будем выступать с разными проповедями. В первый вечер я выступил с Ларри Кристенсеном. Во второй и в третий вечер я тоже выступал с ним же. И вот что я вам скажу. Моя первая жена была датчанкой-лютеранкой, и она смотрела на лютеранских пасторов точно так же, как бык смотрит на красную тряпку. Она очень долго не могла успокоиться. Раньше я считал, что хороших лютеран вообще не бывает. Однако после того, как я три раза подряд выступил с Ларри Кристенсеном, я понял, что на земле живет по меньшей мере один хороший лютеранин. Мы, кстати, до сих пор с ним хорошо дружим. Итак, нас было примерно 40 человек. Мы сидели в большой комнате, смотрели друг на друга и не знали, что нам делать. В конце один католический пастор встал и сказал, «Дорогие братья, вы меня пугаете». Все с ним согласились. Первый день мы целиком посвятили обсуждению водного крещения. В этом разговоре участвовали католики, члены епископальной церкви, пресвятыриане, баптисты и пятидесятники, так что там было очень даже весело. На следующий день мы говорили о демонах. Я активнее всех участвовал в этом разговоре. Я подружился с этими людьми, и я до сих пор с ними общаюсь. Пасторы Сиатла, которые организовывали эти собрания, сказали, что они пригласили этих проповедников не для того, чтобы изменить ситуацию в Сиатле, а для того, чтобы материально им помочь. Но, тем не менее, эти собрания очень сильно повлияли на ситуацию в городе. Когда я летел обратно в Форт Лоттердейл, я задумался над тем, почему собрания, не предназначенные для того, чтобы повлиять на ситуацию в городе, влияют на нее сильнее, чем те собрания, которые предназначены именно для этого. И вдруг Господь спросил у меня, с кем у меня было больше проблем, с Ионой или с жителями Ниневии. Я подумал и сказал, когда Иона встал на правильный путь, все твои проблемы с жителями Ниневии моментально исчезли. Тогда Господь и ответил мне, когда проповедники встанут на правильный путь, «У меня больше не будет проблем с людьми». Обратите внимание на то, что он имел в виду абсолютно всех проповедников, вне зависимости от их конфессии. Позже мы с Бобом Мамфордом, Чарльзом Симпсоном, Доном Бэшемом и Эрнстом Бакстером работали над воссоединением тела Христа. И это оказалось довольно легко. Собрать вместе Божьих людей не представляет собой проблемы. А вот собрать вместе проповедников, «О, это уже сложно». Я не хочу никого критиковать, однако вот, что я вам скажу. Не паства разделяет тело, а пасторы. Паству можно быстро собрать, однако, чтобы собрать пасторов, потребуется чудо. Итак, это было предисловие к истории пророка Ионы, которому был дан второй шанс. В третьей главе его книги сказано, «И встал Иона и пошел в Ниневию по Слову Господню». Ниневия же была город великий у Бога на три дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, «Еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена». И поверили «Ниневитяне Богу» и объявили пост и оделись во вретище от большого до малого. Однажды я сам сказал себе, «Это удивительно, почему слова Ионы так сильно повлияли на такой большой и безнравственный город». Я пришел к выводу, что это произошло за счет его пребывания в очреве кита. Он не говорил о Божьем наказании с теоретической точки зрения, для него оно было совершенно реальным. Все жители Ниневии были грешниками, и они начали раскаиваться. Раскаивались абсолютно все, начиная с царя и заканчивая простолюдинами. Они объявили посты и не кормили даже свой скот. Нигде в Библии больше не описан пост таких масштабов. Вот что интересно. Ниневию посетил всего один пророк, после чего все жители этого города начали раскаиваться. А в Израиле было множество пророков, которые постоянно проповедовали, но тем не менее такого раскаяния в нем никогда не было. Говорят, что чем ближе знаешь, тем меньше почитаешь. Это правда. Некоторые люди настолько хорошо знают Библию, что они перестали чувствовать ее влияние. Итак, я не буду подробно рассказывать вам о том, что произошло в Ниневии, однако, вот что я вам скажу. Несколько дней поста полностью изменили историю этого города. Господь не наказывал Ниневию на протяжении ста лет. Вот что интересно, Ниневия была помилована в то время, как Северный Израиль был наказан Господом с помощью Ниневии. Итак, история этого безбожного и безнравственного города полностью изменилась за счет молитвы и поста. Конечно, не стоит преуменьшать роль одного послушного пророка, но, тем не менее, пост — это первоочередное. Теперь давайте перейдем к четвертой главе книги Есфири. Вы все знакомы с ее историей. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. В наши дни молодые англичане совсем не знакомы с Библией. Они не знают, кто такой апостол Петр, а некоторые из них даже не знают, кто такой Иисус. Так что нам необходимо изменить эту ужасную ситуацию. И вот что интересно, будучи свободными и независимыми людьми, евреи никогда не постились и не раскаивались, однако, когда они попали в плен, Иоман угрожал их убить. Вот тогда они начали это делать. Я считаю, что сейчас происходит то же самое. Мы свободны и независимы, однако мы должны решить для себя следующий вопрос. Сможем ли мы правильно воспользоваться своей свободой, или же мы будем ждать, пока у нас ее не заберут? А после этого поступим так, как поступили евреи в Сузах. Находясь там, они смирились перед Господом и поняли, на что способен его жезл. Так что не ожидайте, пока проблемы и трудности сами придут к вам. Дорогие братья и сестры, я молюсь за то, чтобы у нас все было иначе. Однако с нами это тоже может произойти. Мы можем потерять свою независимость и свободу, и тогда мы будем сильно сожалеть о том, что мы неправильно ими воспользовались. Давайте продолжим. Итак, вышел указ об изолировании евреев. Благодаря Мордахею, двоюродному брату Исфири, она стала царицей, несмотря на то, что сама была еврейкой. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org. Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады. 6 a.m.